Слава и Благодарность нашему Господу! Мы действительно с вами сегодня весьма счастливые люди. И потому что мы лишены проблем, и потому что у нас их нет. А потому что у нас есть тот, кому мы можем обращаться. Как написано в Писании, взывай, если есть отвечающий. И мы действительно счастливы в том, что у нас есть отвечающий. Мы знаем, к кому обращаться, мы знаем, к кому призывать, мы знаем, кто может нам помочь. И как сестра Ольга свидетельствовала говорила, мы впоследствии объявим сбор фонд их служения, реабилитационных центров. Вы знаете, проблема... Вот человек, мы вообще настолько уникальное творение, подобного нет. Вы знаете, вот даже ангелы Писания говорят, которые намного превосходнее нас с силою своей. Но даже и они не схожи с человеком. Если мы с вами посмотрим, то даже... Вот возьмите, Писание говорит, что не ангелов восприемли то, но восприемли семя Авраама. То есть, Бог, пришедший на эту землю, пришел в лице человека. Мы знаем, что не когда Бог посылал ангелов, которые совершали служение, которые говорили, которые возвещали о воле Божьей. Но вот пришло время, когда Бог пришел на эту землю. Пришел в лице Иисуса Христа. Для того, чтобы сегодня нас спасти. Для того, чтобы сегодня приблизиться к нам. Ведь вы посмотрите, как Писание говорит о Христе. Муж скорбеет и изведавший болезнь. Он сегодня тот, кто знает все, что сегодня человек испытывает, через что он проходит. И вы знаете, вообще человек сам по себе... Вот даже стену рассмотришь, люди которых вроде бы родители в детстве бросили. Но вот человек вырастает, и вроде бы казалось, что предательство вот такое по отношению него, допустим, там завершила его мать. Но он почему-то все равно ее ищет. Вот определенная какая-то связь, которая вот заложена в человеке. Я к чему все это говорю? Я говорю к тому, что человек неподсознательно, он ищет все равно в своей жизни то, что он когда-то потерял. Потерял в Едемском саду. Я очень часто говорю, я еще раз хочу сказать. Проблемы наши в основном все от того, что мы были сотворены для того, чтобы быть счастливыми. Но грех, войдя в жизнь человека, разрушил все. И он стал причиной того, что человека изгнали из Едемского сада. И человек теперь несознательно, он все равно ищет, он ищет этого счастья. Он ищет этого умиротворения, он ищет этого покоя. И очень часто вот именно в поисках всего этого человек и направляется в сторону наркотиков. Которые в принципе и дают человеку какое-то очень быстрое облегчение. Они дают ему хорошее настроение, они повышают его тонус. Он начинает улыбаться, жизнь становится для него хорошей. Вы вообще, знаете, вот есть написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Вы знаете, вот интересно даже, вообще вот такая вот параллель, о которой апостол Павел сказал. Но при чем здесь состояние опьянения и исполнения Духом Святым? Но дело в том, что когда мы с вами вспомним, когда мы каялись, или когда мы получали с вами крещение Духом Святым, прикосновение Божье, ведь можно это ощущать всем телом своим. Можно ощущать эту благодать, эту силу Божью, которая действительно человека поднимает из праха, которая дает умирающему крылья надежды, только от того, что человек прикоснулся к Богу. Ведь он сегодня живой, благословенный Бог. Он сегодня Бог, который воскрешает, который исцеляет, и который действительно вселяет в сердце человека радость. Ведь вы посмотрите, в день Пятидесятницы, когда впервые сошел Дух Святой, какой вывод сделали все окружающие, которые стояли, они посмотрели на них, как они себя ведут, они сказали, что они пьяные, они напелись сладкого вина, а они были исполнены Духом Святым. И вы знаете, сегодня вот в этом и проблема. Очень часто даже и среди христианства мы люди с вами, которые вроде бы носим имя, что мы будто живы. Но очень часто мы бывают мертвы. Мы бывают мертвы, потому что мы сами не ощущаем этой жизни. Мы сами не ощущаем благодати Божьей в нашей жизни. Скажите, а если этого у меня нету? Как же я могу кому-то это передать? Как же я могу кому-то это сказать? Насколько сегодня действительно важно, чтобы мы с вами, вот со своей стороны, ведь все-таки у нас есть Священное Писание, которое нам сегодня говорит, говорит о Боге, которое нас сегодня направляет к Нему. Если бы мы сегодня действительно бы сами устремились бы туда, для того, чтобы действительно вот эта Божья благодать наполнила бы наши сердца. Чтобы мы знали, как потом с помощью этой благодати изливать ее на другие сердца. Ведь вы смотрите, что говорит сегодня Писание. Я прочитаю это первое послание. Это первое послание Диана, буду читать в третьей главе. Здесь сказано так. С первого текста буду читать по имени Иисуса Христа. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленный мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроются, будем подобны Ему. Потому что видим Его, как Он есть. И ведь вы посмотрите, сегодня в Иисусе Христе Бог возвращает человеку то, что было утрачено. Сегодня Писание нам говорит, что Бог дал нам право не только называться. Извините, можно меня и пеньком, и деревом назвать, но от этого на мне яблоки не будут расти. Но Писание сегодня говорит, мы не только сегодня имеем право называться, но мы можем быть детьми Божьими. И что же сегодня это, какую же разницу это сегодня вот может или закладывает в моей жизни. Но дело в том, что Писание говорит, если вы сыны, то вы наследники. Вы наследники Божьи. То есть сегодня я, если я получил право от Него называться Его сыном, быть Его дочерью, у меня сегодня есть право на наследство, которое у Бога. И это наследство сегодня принадлежит Его детям. И мы можем сегодня этим пользоваться. пользоваться тем, что сегодня есть в Боге. Это радость, это утешение, это милость, это сегодня сила Духа Святого, это все сегодня принадлежит народу Божьему, принадлежит сегодня нам. Вы знаете, следующее место, я хочу прочитать в этой же самой главе, здесь сказано так. Шестнадцатый текст здесь говорится так. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братья. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною. И сегодня мне бы действительно хотелось бы обратить наше внимание на то, что сколько сегодня действительно в этом мире людей погибающих, не знающих Христа. И кто же сегодня должен понести этот свет им, кто же сегодня должен говорить об этом, кто же сегодня должен возвещать, кто же сегодня должен напоминать вот этим людям, блуждающим в этом мраке. Сегодня у нас есть возможность, возможность есть трудиться, проповедовать. У нас есть возможность сегодня помогать. Помогать тем, кто трудится. Поэтому пусть Господь сегодня благословит и расположит наши сердца, потому что мы могли в этом служении поучаствовать. И мне бы еще раз хотелось обратить наше внимание на то, что сегодня мы можем называться и быть детьми Божьими, но ведь это сегодня не только привилегия, ведь это сегодня и огромная ответственность. Смотрите, что здесь же опять говорит этот же Иоанн в третьем главе, я буду читать с пятого текста и ниже, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши и что в нем нет греха. Всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто, кто делает неправду, кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает грех, потому что семя, его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. И вот смотрите, здесь Иоанн еще раз подчеркивает и говорит, насколько можно действительно сегодня обмануться, насколько можно сегодня успокоиться, насколько можно сегодня вот именно просто прочитать, что все, однажды я это сделал, у меня все теперь готово. А ведь Писание здесь говорит, что мы должны очищать себя так. И возникает вопрос, как? Ну как сегодня я должен себя очищать? Так, как Он чист. Потому что мы сегодня с вами, может быть, как апостол Павел сказал, сквозь тусклое стекло, гадательно, только видим то, что будет там в будущем. То, что сегодня Бог приготовил для нас. Но ведь Писание нам говорит, здесь же оно говорит о том, когда мы придем туда, то мы будем подобны Ему. И если мы хотим быть подобными Ему там, то необходимо сегодня и здесь, на этой земле, уже уподобиться Ему, отобразить Его в себе. Насколько сегодня важно, насколько сегодня необходимо посмотреть. Мы уже сегодня слышали множество примеров о том же богатом юноше. Может быть, у меня все хорошо в моих глазах. Может быть, мне всего лишь немножко не достает. Может быть, мне на что я должен цевиться, к чему я должен стремиться? К тому, чтобы быть как Он. Потому что я там буду, как Он. И здесь это уже начинается здесь, на этой земле. Через покаяние, через крещение Духом Святым, когда Бог наполняет наши сердца. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мы действительно сегодня с вами не просто носили имя, но чтобы мы были детьми Его. И чтобы мы понимали, что сегодня нам Бог дал, что сегодня у нас есть, чем мы сегодня можем пользоваться. Ведь сегодня очень просто. Мы в Боге богаты настолько, не насколько Он обогатил, а насколько у нас хватило веры, насколько сегодня у нас хватило желания. Ведь Бог Духа Святого дает не мерою. Он сегодня призывает народ свой. Для чего? Как я уже сегодня напоминал, для того, чтобы Бог говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Сегодня Бог желает, чтобы мы были Его сосудами в этом мире. Чтобы Он через нас сегодня говорил. Чтобы Он через нас сегодня исцелял. Чтобы Он через нас сегодня светил своим светом. Поэтому пусть Господь нас благословит и поможет нам, чтобы мы действительно с вами шли по этой жизни, наполненные Духом Святым. Чтобы мы радовались, чтобы мы ощущали эту силу Его присутствия в нашей жизни. Господу за все слава во имя Иисуса Христа. Будем молиться.